Так вам видно? Да, Игнатьевка. Володя, толкни там, она стоит прямо в розетке. Прям туда втолкни, чтобы загорелась. Вот. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю вас, говорите. Игнатий Тихонович, мне 47 лет. Я живу в Красноярском крае, в городе Еленогорске. Игнатий Тихонович, я прошу ваших молитв. Я тяжело больна. Шесть лет назад мне делали операцию по женской онкологии. Все удалили. Сделали шесть химиотерапий. Четыре года ничего не было. Два года назад нашли, пошли метастазы. Я сделала еще четыре химиотерапии. А потом поняла, что все это зря. Что никакие химиотерапии мне не помогут. И обратилась к Господу. Стала молиться. Ездила в Троицкую, Сергию и Лавру. Жила в монастыре четыре месяца. Сейчас у меня боли начались. Мне поставят. Я продолжаю молиться к врачам. Я не пойду. Ну, я сейчас еще стала лечиться травами. Не знаю, насколько мне это поможет. Еще, Господа. Читаю Акафисты по ночам. Салтырь. Тоже прошу святых о помощи. А до болезни вы верили в Бога? Я была крещеная. Я верила в Бога. Но как на данный момент, я сейчас понимаю, что я была очень далека от веры. Очень далека. И в Троицкой, Сергиевой Лавре я была на исповеди. На полной исповеди. И меня, Ходькова, полностью крещение было. Докрещивание. Год назад. Вот после этого я считаю, что после этого я уже верю. А до этого, конечно, было страшно вспомнить. А сами вы как считаете перед Богом? Вам болезнь это на пользу? Да. Да. А о чем тогда молиться? Молиться только о том, да будет воля его. И он знает. Дать нам здоровье. Дать болезнь. Как язык и отвернулся. Заплакал. Ему сказал не человек простой, а Исаия. Умрешь. Умрешь. И он заплакал. И говорит, вспомни, Господи, я все делал для тебя. И Господь услышал его. И говорит, вернись назад, Исаия. И ему знамение дается, сидево в овощеве. Вот удивительное дело. Еще 15 лет жил. Он из царей, которые были в Израиле, один из самых лучших. Он входит в родословные Христа. И вот так с болезнью. И вот так с болезнью. Ну и нога-то торчит там, и она продолжает крутиться. Она парализованная была. Но у ней что-то там вот плечи, что ли, только шевелились где-то. Почерк мелкий, такой красивый, ровный, мы с ней переписывали. Со батюшки она свитер связала. Руки вот так как-то вот сложенные, вот так вот. И она говорит, вот если бы сейчас мне было предложено выбрать, вот какая была раньше, ну, неверующая, и какая сейчас, я бы не выбрала, говорит, чтобы остаться там, говорит. У нас тут был один, Иван Андреевич, слепой от рождения. И вот он поехал там, кажется, в Киево-Пещерскую лавру, называет там монаха одного. И он к нему подошел и говорит, ты хочешь быть зрячим? Он говорит, очень. Я белый свет ни разу не видел. Но только, говорит, ты веру потеряешь, ты сделаешься неверующим. То ли он его испытывал, то ли так. Я, говорит, закачался, изберись, что, говорит. Я стою, я не имел. Никакие неверующие, родственники, он все это знает. Я его знаю, потому что я у него печку делал, все рассказывал. Я только прошептал, нет, лучше с верой. Он обнял меня и говорит, молодец. Я не знаю, какая-то другая болезнь, но если зрения не было, а у него даже не было ничего, ямки одни. Даже вообще яблок-то не было глазных. Вот Бог иногда так предлагает, останавливает, ведет. Сколько ни живи, все равно умрешь. Так-то сильно уже и не надо бы переживать-то сильно. Я шесть лет назад вышла замуж. Как раз перед операцией я еще ничего не знала и познакомилась вообще чисто случайно. Мы расписались, повенчались. А год назад к нам пришла его дочка жив, пачерица. Она ушла от мамы в детдом. Мама пьет, ну и вообще очень плохо с ней отнуться. И она пришла к нам уже год назад. За этот год, конечно, ну мне трудно судить, но вот родственники, которые приходят, говорят, что девочка очень сильно изменилась. Мы ее к вере стали в храм водить, причащаться, читать Святое Писание. То есть девочка вот стала меняться и как бы, конечно, хотелось, чтобы ей еще что-то дать успеть. А сколько ей лет? Ей вот недавно исполнилось 12. Ну так вот, Марина там у тебя рядом, ты ей говори, на лето в гости к нам. Марина знает дорогу. Да мы с удовольствием будем, конечно, приехать. Ну и пусть берет ее с собой там. Еще у вас там есть маленько наскребите, чтобы ей прокормиться-то. Кормиться, покупать. У нас-то ничего нету, мы живем за счет того, что где-то что-то достанем. Государство нас, лагерь был 45 лет, нас потревожили, мы его закрыли, а теперь по домам. Купили дома, ремонтируем и в них живем. Марина может рассказать, Коля у нее рядом. Да, Мариночка мне рассказывает. Я бы с удовольствием была сама. Ну и сама собирайся у нас отдохнешь, а Бог знает, может тебе Бог даст и здоровье. Я вот еще думала, Игнать Тихонович, может быть, я в чем-то не покаялась. Вот как сказать. Только ты знаешь одна, больше никто. А как сказать, может не покаялась. Просить об этом надо, чтобы Бог открыл. Открыл, обижала родителей, там не слушалась. Когда что, один раз надо исповедоваться, сказать. Покаялась, во всем будет каялась. Ну и все. Если покаялась, верь, верь, что Бог просил. Себя не убивай этим. Помнить надо, не так, что я забыл. Господь говорит, я забыл, а ты не забывай. Я, говорит, забыл и забросил, захребет себе ваши грехи. Но надо, необходимо помнить нам. Петр помнил, до самой смерти плакал. Я отрекся от Господа. Как Павел пишет, я не достоин называться апостолом. Они помнили это. Это побуждает к осторожности. Иди, говорит, и впредь не греши. А не так, что исповедовался, причастился и на старые подвиги. Иди, впредь не греши, чтобы не было с тобой чего хуже. Хуже. Лучше бы вам не познать путь истин, нежели познавшего возвратиться назад от преданной святой заповеди. Это хуже. Почему и говорится, и Павел говорит об этом. Кто надеется на Христа только в этой жизни, несчастный человек. Самый несчастный. Он и здесь-то боится все взять, и там ничего нет. Там только всем умом, всем сердцем. Дмитрий Тихонович, я вот последнее время работала в храме, помогала художнику расписывать храм. Но вот уже вторую неделю я не хожу в храм. Мне тяжело стоять, расписывать. Никакую инвалидность, ничего я вообще не оформляла, не ходила. А почему? Не могу себя заставить идти оформлять на инвалидность. Должно быть основание. У государства на это деньги. С нас налоги высчитывали больным. А государство заботится. Я просто боюсь, что меня заставят идти опять ехать в Песнодарский пациент. Ты скажешь, что ходила. Заставят, ты еще не знаешь. За них зачем решать-то? А может быть и не заставят. Если уже был, не видел, то и... Вы Хворостовского-то знали? Да, я слышала. Ну вот, сегодня умер ночью. Да. Вот тоже рак. Рак. Видите, опухоль мозга. Задорнов умер только что. Но этот кощунствовал все время. А этот неверующий совершенно, на сто процентов. Лучше бы не родиться, говорит, нежели родивший. А от плотски не родиться свыше. Лучше бы не родиться. Помните, Тихонович, вот у меня вот в это воскресенье сын будет венчаться. Скажите правильно, как вот все сделать, чтобы все это было... В это воскресенье, вот завтра, ну вот, вот сейчас будет. Да, да, да. А кто? Сын. Александр. Какие препятствия это? Ну вот как правильно, то, что вот у нас как бы батяши... Правильно, если он не будет жениться и жить без греха и один. Павел говорит, а мне вас жаль, будет скорби по плоти. А если она еще маловерующая и неверующая, она из него будет жилы тянуть. Подкаблучник такой будет, и житья никакого не будет, он не знает, куда уйдет. Поэтому еще советовать. Павел говорит, выйдет замуж и согрешит, но так и вы и будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. вот так. Что сказать? Игнатий Тихонович, а вот венцы иногда у нас не одевают. Нужно их одевать? Венцы надо. С чего надевать? Венцы? Венцы. Ну, это венчания-то никакого нет, если не надевают. Надо, чтобы обязательно надевали. Этого не было никогда, а то попы дуркуют. Игнатий Тихонович, благословите меня на лечение травами. Бог благословит. Спасибо, Господи. А знаешь, какие травы-то? Вот летом, если приедешь, у нас всякие травы тут есть. На месте можно пособирать. И кровохлёбка, и всё только тут нет. И богородская травка растёт, и корень солодки. Я корень солодки давал. Вот попробуйте попить. Я едам, Игнатий Тихонович. Ты разрежь её, Марина, такие, как ноготки. Она когда запарит раз-другой, а потом растеребить ещё-ещё. Попробуй, может быть, оно и лучше будет. Я едам. Вот я на ночь говорю, в тёплой воде ложку мёда. Не полную там. Ну, пускай даже чайная пусть будет сверху. Ну, если бы полная была бы столовая, тоже неплохо. Но надо только брать с пасеки, не от посторонних покупателей. Да, у нас мёд свой. Вот на каждую ночь. И как поужинаешь, чтобы не меньше двух часов до сна было. То есть раньше ужинать надо. Пасты соблюдай, надейся на Бога. Если там есть что-то такое, всё, исключи мясное, прочее, это не надо. Я уже давно, уже два года не ем ничего такого. Не пожалеешь. И молочное, и мясное, и с мужем мы тоже не спим есть действие. То есть два года больше двух лет бездержания. Ну, Бог знает, кого и что дать. Надо просто прислушаться к своему организму. Тут везде отравлено, всё было, а чего так много болеет-то? Все эти испытания ядерные были, а мы захватили это ещё время. Ну, по милости Божьей, сейчас вроде не так, но болезнь-то одна и та же почти везде. Не было бы вреда, если бы Господь не допустил. Это ещё не сделаешь. Игнатий Тихонович, молитесь обо мне? Я тут молюсь. Молиться сейчас будете? Нет, Игнатий Тихонович, я прошу Ваших молиться. Я буду молиться, сейчас мы будем молиться вечером, и мы Вас помянем. Спасибо, Господи. Мы будем молиться о Вас. А Вы о нас молитесь, мы тоже в этом нуждаемся. Да, мы молимся, кто знает, у нас недавно одно и то же было, ей отрезали желудок полностью, там ещё что-то, селезёнку, ну, тут у нас есть, она весёлая такая, тоже делали там химотерапию, всё, ей полегшило, у неё четверо ребятишек, они в лагере у меня были, она знает их, Фрося там, Марина знает, мы даже её сходили в больницу, я записал её, мы уже выставили ролик, она выступала тут на собрании у нас, говорила, ну, Бог знает, я знаю, одна такая монахиня заболела, ну, плохо всем, она пошла там, какой-то монах жил, идти, не идти, он говорит, польза-то какая-то, я уже всё, уже опутал рак, батюшка, так охота пойти, она говорит, ну иди, страданий будет у тебя больше, ты пострадаешь и побрёшь, она пошла, сделали операцию, ну, она умерла и всё, у нас как-то, когда, вот умирал отец, мать, ну, как-то они, всё так естественно, и как будто, ну, валяет, сохнет там, нельзя есть там, или что-то, ну, и не дальше, никакие врачи тут, ну, врач приезжала, посмотрела, типа, потому что он инвалид войны, как-то им так, а он, а мы истинно, ничего это не стало, ну, наступило время и помер, главное, умереть с Богом, прославляя Его, мы временные, мы в прах и в прах возвращаемся, а душа идёт к Богу, в это надо, несомненно верить, что грехи наши омываются кровью Иисуса Христа, и ничто, ничто не поможет, не так, как Христос умер за нас, это надо твёрдо держаться и благодарным быть Богу, я не знаю, как бы я вот так заболел, вот как вы, я только молюсь, не дай Бог, не дай Бог, а уж если дашь, дай всё перенести, я привык вот так, что я всё время на ногах, всё, работаю, там, голубям лажу, 78 меня уже, а я никак не могу вжить со своим образом, я всё время с молодёжью, и я с ними, так они в другой раз говорят, за вами не угонишься, говорит, работает, Марина, он знает, ну да, ну опять же, перед Богом всё, перед Богом, Бог знает как вот, я никогда не думал, что я до такого возраста даже у меня морили, давили, выкручивали, в морозилке там меня держали, а я живой, а которые это делали, ни одного нету, все примерили, все, следователь умер, где-то 50 лет только было, не было, прокурор умер, да ещё я не освободился, он уже умер, Бог разметал всё, и которые нам вот в лагере пакостили, одного убитого нашли, другой там инсульт, вот такое вот всё, просто всё, разметал Бог, никого нету, и сейчас живём спокойно, никто не трогает, спасибо Господи, узнать эти вопросы, ну всё тогда, да, да, ну если будут вопросы, с Мариной приходи на занятия, послушаешь, а сама настраивайся, лето будет, и приедешь у нас ходить босиком по земле, Марина расскажет, купались всё время, там травы, ягоды, и бывает совсем незначительно, что-то поможет, потому что это природа, да, да, у нас в деревне небольшой домик, я там в основном жила, а, у вас есть где скрываться, да, ну смотри, я на земле люблю очень работать, ну всё тогда, ну с Богом, отключайтесь, с Богом, ангелы хранителя, с Богом, спаси Христос, во славу Богу, давай,